Всем привет, мы опять на пляже. Вот такая вода. Здесь пляж для нудистов, а тут... А вот чистую водичку ищите всегда в зеленых бутылках. Тут такие интересные деревья, смотрите, как будто маскировочные. 3 евро, медиум, 5 евро, большая. Сегодня очень теплая вода, 27,8 после обеда. Так, мы сейчас на пляже в Испании, город Калелья. Как вы слышите, там сзади какие-то шествия с барабанами. Не вижу, что это и куда это. Что к чему приурочено, непонятно. Здесь вообще Испания фестивальная страна. И они любят проводить всякие такие шествия, маскарады, римляне. Ну, свои, видно, у них есть здесь праздники какие-то. В общем, это частое здесь явление в Испании. Вот такие вот шествия. Так, значит, смотрите, наш отель вот за этим находится. Буквально в трех минутах ходьбы. Здесь огромная стоянка. И не менее огромный пляж. Воду измерял термометром. Вчера 26, сегодня 25,5. Так, сейчас мы купаемся, проверю температуру воды. Вот на воздухе 30 градусов, 29,9. Вот таким термометром я пользуюсь. Вот с таким длинным проводком. Чтобы можно было опустить на глубину. Сейчас измерим температуру в море. Так, температуру измерил 25,6. Сейчас утро, сейчас часов 9, да, наверное? Вот группа на скутерах ездит. Есть эти всякие другие парашюты и прочие развлечения. Здесь постоянно волна. Всегда есть волна. Вот город сам тянется вот оттуда. И вот туда, вон там на горе башни. И там есть маяк. То есть весь его можно пройти минут за 40 в длину. Ну и немного туда, в горы, дальше, в ширину. Город старинный, интересный. Но мы не собираемся только здесь побывать. Как минимум съездим в Барселону. Может еще куда-нибудь. Вот температура комфортная. Загорание около 30. Песочек мягкий такой. Немного с галькой, с камешком. Вдоль пляжа, вот так, в набережной. Вся в деревьях, в тени. Люди гуляют. Может, есть лавочки. Можно посидеть. Есть кафе. Можно пообедать вечером. И вот такие автоматы. Это кардиостимулятор. Такие автоматы расставлены по всему городу. В случае чего помочь человеку, если какой-то сердечный приступ. И здесь, короче, отлично лет, в обед, в жару отлично гулять. Ветер с моря, тенек. И так можно пройтись вдоль всего города. Вот у нас переход обычный. Но из некоторых отелей переход через вот эту железную дорогу, которая тянется вдоль всего города. Вот такой вот подземный. Вот там выход. Вот такие интересные деревья, смотрите. Как будто маскировочные. И так неравномерно кора отслаивается. Старая, средняя и вот новая. И такой вид. У них все такие. Как будто они маскировочные. Очень прикольно. Вот. Как будто специально их раскрасили в маскировочный защитный цвет. Военный. Так, променад вот этот заканчивается. Дальше у нас там буквы Калеля. Калела. Маяк. Наверху маяк. И вот такие ступеньки вверх. Сейчас мы попробуем туда вверх подняться. Если там удастся, если там все открыто, снять Калелью с такой высоты приличной. Так, вот мы с верхней точки снимаем. Видите, широченные пляжи. Длинные, все свободные, все бесплатные. Тут очень-очень круто. Вот такая вода. Здесь пляж для нудистов. А тут вот, видишь, она совсем маленькая. Там все одеты. А там дальше уже, наверное, нема смысл идти. Ну, вон тоже что-то купается. Мы уже вышли. Давай пройдемся. Туда еще дальше? Ну и вернемся. Ну, давай. Так, и вот здесь тоже есть еще отели в конце уже города. Уже на сайт за городом, наверное. Тоже вот такой спуск и пляж в скалах. Вот он такой закрытый. Конечно, намного меньше. Но тоже живописный, интересный, красивый. Такие огромные пляжи. Наполовину нудистов. Вот с той стороны нудистов. Тут просто огромные, широкие, красивые пляжи. Защищенные скалами, между скалами. Смотрите, как бюджетненько обедать в Испании. Мы купили вот этот сыр. Очень вкусный, с плесенью. Точно не помню, около полтора евро. Вот такой сыр, чтобы мазать на хлеб. Вот. 0,8 евро. Хлеб, тосты мы напекли утром себе. Взяли со столовой. Помидорки там копейки стоят. Опять купили вот эту колбасу. Европалка целая. Ну и все. Тут у нас тоже эти тосты с колбасой. Все с утра за столовой. Сок там, не помню, меньше 0,7 что ли евро. В общем, можно было и большую купить. Но тут нет холодильника. Поэтому надо сразу выпивать. Вино евро бутылка стоит. В общем, жить можно. И питаться очень бюджетно тоже можно. Всем привет. Мы опять на пляже. Хочу показать вам очень полезный лайфхак. Значит, на пляже города Калело вот так вот расставлены по всему, по всей длине. Такие раздачи Wi-Fi вы увидите. Вот оно. Там W, видите? Wi-Fi над лодками. Вот. Значит, что нужно сделать? Там спрашивают ваш номер. Вашу. Там, откуда вы приехали. Из той страны. Вы его вбиваете. Вам на номер приходит. То есть, независимо даже есть у вас интернет или нет. Вам на номер придет SMS. Этот SMS с кодом вы вставляете. Вот. Если видно вам. Сюда. Обязательно. Вот оно. Видите? 1M. И дальше цифры. Или черточка и цифры. На андроидах не копирует вот это 1M. Он думает, что код это вот эти только цифры. И поэтому вы не можете подключиться. Для того, чтобы подключиться, нужно вводить полностью вот это 1M. То есть, вы его где-то перепишите, у кого андроид. И вот так вот. Или старофируете. И вот так вводите полностью с этим 1M. Утром на пляже очень хорошо. Нету людей. Меньше волна. Море сегодня измерял 26,2. Теплее, чем вчера. Вчера было 25,5. Ну, все равно плюс-минус 26 градусов. Море очень даже комфортное. Все готово. Wi-Fi колело. Я подключен к Wi-Fi. Теперь все-все можно делать. Скорость довольно хорошая. Насчет песка. Смотрите. Там песочек мелкий. Здесь вот такая камня. Ну, еще это более-менее нормально. Тут ходить хорошо. Но вот здесь уже ухода в море. Вот такие крупные. Ну, довольно крупные камни. И босыми ногами ходить проблемно. Больно иногда бывает. Еще волна плюс вас сбивает. Подтягивает назад. И, то есть, что я хочу сказать. Возьмите кораллки. Кораллки такие легкие. Тапочки, носочки. Есть. Кораллки такие. Несильные, да? Ну, будет вам просто комфортнее выходить из воды. Сейчас мы находимся на набережной. Вот там, сзади нас море. Кафе на улице. Вот, покажу вам цены. Здесь есть и русский текст. Смотрите цены и что за блюдо. Вот такие цены. Можно прийти пообедать, если у вас нет полного пансиона. Вот другое кафе, тоже пицца. Маленькая. 3 евро, медиум 5 евро. Большая. 7,50 евро. И с большим напитком. Овощная, это тоже какая-то. 2 евро кусочек. Вот тут 2 евро кусочек пиццы. Такие есть мороженое разные. Доллар 80 или 2,50 стаканчик. И тут тоже есть цены. Такие вот цены все. Кроме этого, есть такие рестораны, где буфет считается 10 евро обычно стоит. И вы там едите и берете, как на шведском столе, все, что хотите. Но это сразу 10 евро стоит. Заходите и как будто этого от отеля. All inclusive, едите. Сколько хотите. Напитки отдельно. Там, по-моему, где-то 3 евро. В общем, за 13 евро можно купить All inclusive. Есть такие специальные рестораны от отеля. Или отдельные. Так, сегодня у нас очередной обед. С морепродуктами. Кстати, вот эти мидии стоят здесь, вот эта баночка стоит евро, если одну покупать. И 66 центов, если 3. Сейчас попробуем, если вкусные, купим сразу 3. Вино 2 евро. Ну, мы выбираем вино просто вот с такой крышкой, потому что у нас нет штопора. А выбор вина очень огромный. Но в это видео я все-таки хотел о воде сказать. Вот мы любим, например, газированную воду. И пришлось нам несколько бутылок купить, прежде чем мы поняли, где с газом вода, где обычная, а где с газом, но такая сладковатая, подслащенная, с какими-то добавками. Вот, чистая вода, минеральная, с газом. Здесь всегда, вот мы покупали разных бутылок, разных производителей, она всегда вот такая зеленая, в зеленой бутылке. Если она в белой, и даже пишет газа, газиоса, видите, она с газом, но она будет сладкая. Такая, ну, не прям сладкая, но с какими-то добавками подслащенная. Ну, то есть, не очень. А вот чистая водичку, ищите всегда в зеленых бутылках. Кстати, вот в этом магазине Дио, мы тоже покупали такую зеленую, она стоит 30 центов, а в Спар, это тоже торговая сеть супермаркетов, она стоит 90. То есть, в Дио, минеральная вода с газом, самая-самая дешевая. Только не белой, а зеленой бутылки ищите. Все, а мы будем обедать. Сегодня очень теплая вода, 27,8 после обеда. Сейчас где-то 4 часа дня, вот такая температура. Субтитры подогнал «Симон»!